Следующий вопрос. Лука 16, 26. Свою силою, своим хотением. «Хотящие перейти» написано, то есть «сами хотят». В действительности же эта пропасть для Бога не существует, она существует только для нас. «Я думаю порой, какой будет встреча с ним, там, за той последнюю межой. Такое ли, какое в летний вечер бывает радостная трепетная встреча, влюбленных первой любовью молодой? Или облегченный теплыми слезами, как встреча сына матерью родной, когда, придя с войны, он в грохоте вокзальном искал ее любимую глазами и вдруг, найдя, помчался к ней одной? «Я думаю порой, как будет встреча с ним, тогда, за той последнюю межой. Такое ли, какое в летний вечер бывает радостная трепетная встреча, влюбленных первой любовью молодой? Или облегченный теплыми слезами, как встреча сына с матерью родной, когда, придя с войны, он в грохоте вокзальном искал ее любимую глазами и вдруг, найдя, промчался к ней одной? Или она подобна будет встрече, вернувшихся на родину домой, после разлуки долгой издалече, когда дрожат рыданием скрытым плечи, у странника от радости немой? Нет, не дано нам знать, какое будет встреча, но верю я, что слиты будут в ней, частички встреч земных, они, как тот предтеча, готовят нас к заветной вечной встрече, которой нет сердечной и теплей». Вера Кушнир. Автор этого стиха. Также, вот интересный следующий вопрос. Пророк Амос пишет, что будет время, когда от моря до моря будут ходить люди и искать Слово Божие. Но куда же денутся христиане тогда? Будут ли гонения тогда на христиан? И нельзя будет говорить о Слове Божьем? Или Христос возьмет свою церковь на небо, как проповед Баптист, и тогда некому будет говорить о Христе? О чем же здесь имеется в виду речь? Где будут христиане? Ответ отвечает Игнатий Лапкин. Отвечает Игнатий Лапкин. Амоса 8.11. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». И это место Писания относит ко времени Антихриста. Еще и потому, что здесь упоминается о колене Дана, из которого произойдет это чудовище. Амос 8.13. «В тот день и стоевать будут от жажды красивой девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским, говорят, жив Бог твой дан, и жив путь Версавию. Они падут и уже не восстанут». И второе Фессалоникийцам 2.4. «Противящийся и превозначающийся выше всего, называемый Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Слово падут и уже не встанут, дает сильный намек на то, что говорящие, что жив Бог твой дан, умрут без раскаяния, без надежды в восстановлении». Мы читаем в Откровении 14.11 «И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющие зверю и образы его, принимающие начертания имени его». Все святые отцы, особенно Ефрем Сирин, свидетельствуют о лютом, невидном гонении, какое воздвинет Атихрис в эти три с половиной года своего царствования. Матфея 24.22 «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Спасутся только единицы где-то в пустынях, в ущельях, скал». Песня 8.5 «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного» и Откровение 12.6 «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее тысячу, там, тысячу двести шестьдесят дней». «Некогда лютый гонитель христиан Делектиан издал четыре эдикта против свидетелей Иисуса. В них предусматривалось уничтожение книг, мест собраний, священнослужителей. «Учитывая, что дьявол заложит в компьютер Антихриста нисходные данные о всех бывших до него гонениях, в скобчиках НКВД, ГИС, КАТАПА, КГБ, Психиатрия Советская, «Все это суммируется и применит, и он применит такие казни, что святые подвижники говорили, проведи их, что если бы мы жили тогда, и нам бы не устоять». «Можно предположить, что не будет возможности достать святой Евангелий нигде, ибо даже хранящий эту книгу будет приговорен к мучениям. Но жажда познать истину и получить спасение будет в народе. У православных это местописание почти неизвестно. А баптисты написали не одно стихотворение, и положили на музыку, и трогательно поют. Это вызывает особое чувство любви к Библии, к сегодняшнему нашему доброму времени. Они со слезами на глаз целуют Слово Божие, так же, как и мы, бесчисленные наши иконы». Восхищения церкви до кончины мира и пришествиям Оттихриста не будет. «Здесь сектанты грубо ошибаются, вводимые духом лжи. Праведные и грешные будут до последнего дня на земле». Матфея 13.30 «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу женицам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Да, напомню, что сектанты учат, что будет тысячелетнее царство, то есть Христос придет и заберет отдельно христиан, и еще продлится, то есть тысячелетнее царство после начнется. Ну, это ересь. Следующий вопрос. «Могут ли христиане влиять свою праведность на время прихода Антихриста? Неужели можно отодвинуть срок его прихода?» Отвечает Игнатий Лапкин. «Теоретически, да, могут». 2 Фессалоникийцам 2.3 «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступлений, не откроется человек греха, сын погибели». Насаждая всюду отступление, безбожие, помогая быстрее созреть тернию, люди приближают приход Антихриста. И это мы читаем в Римлянам 11.25 «Ибо не хочу оставить братья вас в неведении, о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произойдет в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Точно так же и христиане могут повлиять на время прихода Антихриста, если будут жить святы и увеличивать число вошедших в Царствие Небесное. И когда войдет полное число их, тогда и явится всеокаянный». Следующий вопрос. «Что означает, значит слова «новое небо и новая земля»?» Ответ Исаия 65.17 «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы, и не будут и не придут на сердце». Исаия 66.22 «Ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будут при лицо Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Откровение 21.1 «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Второй Петал 3.13 «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Первый Коринфян 2.9 «Но, как написано, не видел того глаз, и не слышал уха, и не приходило то на сердце к человеку, что приготовил Бог любящим его». Больше на эту тему в Библии ничего нет, и ни один канон, ни один собор ничего добавить не может. Можем лишь сказать, «Когда умрешь, то если будешь спасен, узнаешь». Да, такое мы можем только и сказать. И вот тут замечательный стих, сейчас прочитаю. «В нашей жизни самое прекрасное не ценой у денег покупается, даром светит с неба солнце ясное, и луна нам даром улыбается. Даром на распаханные полосы льются дождь со щедростью обильная. Даром ветер гладит мои волосы, с дуба листья рвет рукой сильный. Даром птички пением наслаждаются. Зорями, восходами, закатами с ближними любимыми встречаемся и вдыхаем воздух незаплату мы. Никакой монеты не заплатите за ребенка ласку необычную, за супругов нежное объятие, за любовь, за дружбу закадышным. Но всего дороже драгоценнее нам в подарок Богом преподнесено. Во Иисусе вечное спасение, принимай и улыбайся весело. Посмотри, как Бог к тебе склоняется, и пойми, что, как свет солнца ясного, не ценой у денег покупается, в нашей жизни самое прекрасное. Вера Кушнир. Какие замечательные стихи. Следующий вопрос. Если бы сейчас Бог послал на землю Иоанна Златоуста или, допустим, Кронштадтского, то люди бы все стали верующими и не было бы конца света? Ну, такой вопрос, конечно, наивный. Вот отвечает Игнатий Лапкин. Не надо идеализировать, как сказал поэт. Они любят уметь только мертвых. В пускавычках. Эти люди, о которых вы говорите, многим были неугодны при жизни, и того и другого не раз покушались убить. Не думаете ли, что современное общество более расположено к святому и к обличительным словам пророков? Это только мертвые строят гробницы и украшают сейчас. А я весь они еще похлеще утворили бы с ними. Мы этих людей можем представить по их трудам. А если бы они молчали, как монахи молчану, или жили бы с нами даже на одной лестничной площадке или в одной комнате, то мы бы их совершенно не знали и не признавали бы за тех, какими их себе представляем сегодня. Многие сердобольные плакальщицы и плакальщики, умиляясь крестным сторонам Христа, себя видят в числе его поклонников, а распринатель осуждает. Да что же это были за люди? Как они могли так поступать с ним? Говорят они. В начале прошлого века в Англии был проведен интересный эксперимент. Судебные демократические реформы давно выкинули все жестокости из судопроизводства. Нет уже там узаконных допросов пристрастием, дабы дыбы, жаровни. Решили заново поиграть допрос Христа, но уже по современному уголовному и гражданскому процессуальным кодексам. Христа представляет человек, отвечающий его словам, сохранившись в Библии. И приговор английской фемиды был однозначен, повинен смерти. Представьте, что сейчас Христ ходит в храм, идет архиерейская или патриаршая служба, в Вилоховском соборе, все чины, стоят дипломатические аташе разных государств, безбожный хор надрывается по нотам. И вдруг раздается грохот и крики. Это какой-то святоша, конечно же, сошедший с ума. Одним рывком опрокинул свечной ящик, рассыпал деревянные пенязи. В руках этого экстремиста бич сплетеный из веревок, и он полит продающих и покупающих налево и направо, не зирая на саны и рясы. Ну, скажите по совести, разве патриарх потерпел бы это и не вызвал милицию? Вот Иван Затаус говорит проповедь. Представьте, что это происходит во всех храмах одновременно. Проповедь о безумии властей, жидко держащих на Красной площади это смодящий труп, пало мерзкое животное. И не впускает в храм ни одного Зюганова, Люшкова, Путина, Ельцина, Горбачева за то, что они сделали с бедными, оборонными народом. Какова будет реакция властей? Иродиан. Христос наставит на том, чтобы Божие отдавали только Богу, и чтобы божественная свобода дарованная церкви и преданная митрополитом Сергием Саргородским Кесарю была бы сегодня же вырвана и этот договор принародно разорван. Что бы сделали с ним сегодняшние фариси в рясах с этим фанатиками веры? Так точно с Иоанном Кроштадским. Им бы заткнули рот в первый же день, как Солженицыну, как архиепистскому Ермогену Голубеву. Не оболщайтесь насчет саддукеев, сектантов и насчет папистов, католиков. Они все враги из Златоуста и Кронштадтского. Да и мы тоже, окажется, не в лучшем положении. Как у Марка Твена в приключениях Гегельберри Финна. Сколько патетики в вспоминаниях учительницы, узнавшей, что Том Сойер погиб. Как нам всем будет не хватать его? Но он вдруг свалился в буквальном смысле с потолка и у этой же учительницы получил звонкую затрещину, которой хватил бы на троих. Ну да. Мне кажется, что после моей смерти к моим книгам будет иное отношение и они заговорят полный голос. Мне тоже так кажется. И многие будут точно так же говорить, неужели это кто-то мог не принимать? Ведь здесь так ясно и аргументировано все на основании Библии, канона, толкование святых отцов. Мне кажется, что с Иоанном Златоустым я сошелся бы с полностью, а с Иоанном Кронштадтским только отчасти. Он бы мог стать моим противником даже. Возможно, возможно, такое тоже возможно. Следующий вопрос. Меня смущают слова Евангелия. Горе непраздным и дующим в те дни. Речь идет о последних временах. Почему Господь так сказал? Сейчас много говорят о близости апокалипсиса. Может, нам пора кончать рожать детей и стремиться к полному сдержанию в семье или к монашеству? Я не говорю об абортах, контрацепции. Это не вопрос, я думаю, для православных христианин. А все-таки почему Господь так сказал? Ответ отвечает Игнатий Лапкин. Мы читаем Матфея 24,19. Горь же беременную и питающим сосцами в те дни. И Марка 13,17. Лука 21,23. Горь же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. Лука 23,29. Ибо приходят дни, в которые скажут блаженны неплодные и утробы неродившие и сосцены не питавшие. Приближалось время отшествия Христа учеников интересовало, что же будет дальше с их стороной и с этим чудом гордостью евреев в храму. Они чаяли национальное освобождение от римского гнета, указывая его с близостью к кончине века и хотели знать признаки, по которым можно было определить, что это уже рядом. Так как в каждом вопросе фактически было два вопроса о Иерусалиме и кончине века, то Господь так и отвечает. Матфея 24,3 мы читаем «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили «Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия к кончине века?» С беременными захватчики обращались беспощадно, предполагая, что в каждой утробе их будущем мстители, патриот, который займет место павшего отца. Осия 14,1 «Опустошена будет Самария, потому что восстал против Бога, потому что восстал против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты и беременные их будут рассечены». Когда войско римского императора Веспасиана окружили Иерусалим, то голод в нем был даже более страшный по всей вероятности, чем в блокадном Ленинграде, ибо трупами были заполнены городские охранные рвы, и случалось, что матери съедали своих детей. И во время осады Иерусалима погибло 1 миллион 100 тысяч человек на то время это огромная, просто огромная цифра. Плач 4.10 «Руки мягкосердных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели тщери народа моего». То есть, это пророчество было еще сказано заранее. И 4. Царь 6.29 «И сварили моего сына и съели его, и я сказал ей на другой день, отдай же твоего сына и съедим его». Но она спрятала своего сына. Вот об этом горе и сказал Господь через пророка. В Ветхом Завете, ну и здесь он сказал непосредственно тоже об этом горе, питающем сосцами в те дни. В переносе на последнее время перед пришествием к Христовым эта фраза Христа означает следующее «Есть духовное рождение и духовное чревоношение». 1 Коринкен 4.15 «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». То-то, от кого человек рождается для новой жизни через его проповедь и есть единственный его истинный отец, а остальные только по названию, и фиктивные». Галатам 4.19 «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Благодать, призывающая через проповедь, коснувшись души человека, приводит к действию благодать обращающую. Но это случается не сразу. Есть период чревоношения, катехизации. Вот таким-то служим Христа, несущим свет Евангелия, небогослужения и обрядности, и будут грозить самые страшные мухи от Антихриста. Она имела во чреве и кричала от боли мукой рождения, ибо самый сильный удар дел наносит против учителей, против апостолов. И говорит им Иисус, «Все вы соблазнителься мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастор и рассеются овцы». Из житий святых известно, что императоры Деки, Делектияны, Юлияны, другие гонители церкви Христовой издавали особые дикты, подобные Ленинскому. Чем больше объем священников, тем лучше. Так что недруги апостола Павла, бывшие у него среди руководства церкви, решили этим воспользоваться. Все души, обращенные уже через их проповедь, они старались представить перед властью так, как будто они обратились через проповедь Павла, что это он их совратил врыв из рядов активных строительных коммунизма. А так им от власти пощады не было. Статья увеличила срок содержания влаги делать боль жестоким. Послание Филимону 1.16 Одни по любопрению проповеду Христа нечисто думы увеличить чажесть уст моих. Апостол Павел говорит. Но это слово горе касается только плоти и немощи. В действительности в душе таких благовестников великая радость от того, что люди обращаются к Богу, что их беременность закончилась деторождением, и теперь их дети стоят в истине, то есть во Христе. 3.1 1.4 Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Относительно же рождения плотских детей, все отдается во владе любящего сердца. 1. Коринфянам 7.28 29. Впрочем, если женишь и не согрешишь, если девица выйдет замуж не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как и не имеющие. Сколько рождать детей? Какое время это решать нужно по взаимному согласию, по любви к друг другу, как узнаем из житья Мелании Римлянки. Римлянки либо. Римлянки 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 Такой еще интересный вопрос. Почему сыны царствия будут извержены во тьму внешнюю? Отвечает Игнатий Лапкин. Матфея 8-12 А сыны царствия извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сынами царствия Иисус назвал иудеев, к которому он пришел. Даже представить невозможно, какая произошла тагедия с народом, у которого был закон Божий, храмы, жертвы и учителя. Единственный народ во всей Поднебесной, который ожидал истинного Мессию. Но этот народ поверил своим учителям-патриотам. Они буквально помешались на ненависти к иноземцам и на национальной свободе. Их так научили, что Мессия это будет освободитель от гнета захватчиков, а не от грехов, не от своего Я, которое заполонило буквально все в душах людей. Иоанна, 1 глава, с 11 по 13 «Пришел к своим и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». Иоанна, 5, 43 «Я пришел во имя отца моего и не принимайте меня, а если иное придет во имя свое, его примите». Оказалось, что иностранцы, имевшие самые смутное представление об истинном благопочитании, прибыв в Израиль, ознакомились с законом Иеговы, и все циклы оказались более подготовленным к принятию Мессии, чем у природных сынов Авраама, сынов Царствия, ибо им оно было обещано. Вот об этом-то Христос и сказал, что они получат, будучи усыновлены как чадо Божие, а евреям примут иного, то есть антихриста, и будут выброшены в тьму внешнюю. Иоанна 1,12 А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Следующий вопрос. Дерево в раю, от которого нельзя было есть, было яблоной или каким другим деревом? И как оно называлось? Отвечает Игнатий Лапкин. Ответ Бытие 2,9 «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Бытие 2,18 «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это дерево имело в себе ни добра, ни зла, не имело в себе, но служило определителем послушания Адама. Считается, что если бы не было этого дерева, то Адам стал бы выпрашивать у Бога что-то подобное. Почему Бог мог убедиться в его верности Богу? Адам узнал, что верить Богу не знал. Адам узнал, что слушаться Бога, верить Богу это добро. И в этом все. А не верить Богу, а верить дьяволу, слушаться дьяволу и зло. Верующий в него не судится, Иоанн 3,18. А не верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Где находится сейчас этот рай, никто не знает, хотя и считается, что он взят из земли. Сына Божия